Всем большой привет! Сегодня я расскажу о кофемолке, которая закралась мне в душу по многим показателям, но которую, скорее всего, мало кто купит из моих зрителей. Что грустно, но она вам, скорее всего, будет не нужна. Тем не менее, кофемолка отличная. Таймор Скульптор это узкоспециализированная кофемолка, которую я бы советовал в первую очередь покупать для лабораторий, для каппингов, то есть это те же самые обжарщики их лаборатории, экспортеры кофе, пожалуйста, тоже, импортеры кофе и кофейни, которым нужна третья кофемолка для ручных способов. Что значит третья? То есть одна кофемолка или две, например, стоят на эспрессо, вторая большая кофемолка стоит на полноценный фильтр, когда вы готовите целый термос 2,2 литра, а вот третья, как раз, которая может быть Таймор Скульптор, стоит для приготовления воронки, аэропресса, иммерсионки, френч-пресса, дельта-пресса, американ-пресса, каппинга, все, что вы хотите с этим придумать. И Таймор Скульптор, как узкоспециализированная кофемолка, в этом плане идеальна. Начнем с того, что они не пытались поймать вам мелкие помолки. Даже если вы вдруг захотите откалибровать жернова, хотя наш экземпляр был откалиброван классно, но если вы захотите откалибровать в сторону более мелкого помола, эспрессо помол вы все равно не получите, она не для этого. И дело даже не только в тонкости шага, но и в величине. Вот мы попытались закрутить жернова максимально, насколько возможно, вот получили такой помол, и в принципе на пальце Рашида вы уже можете понять, что это не эспрессо-помол, это крупнее. Эта кофемолка предназначена именно что для воронок, каппингов, иммерсий, колд-брю и так далее. И с этими помолами он справляется идеально. Хочется выделить, что у меня есть расхождение с данными, которые рекомендует Таймор. Точнее, он рекомендует для воронки 4.12. От 4 до 12. А у меня идеальный был 9, 10, 10.5. Вы скажете, что он ходит 4.12, безусловно, но четверка как-то слишком мелкий помол. Для меня, возможно, вам такое нравится больше. Вполне возможно поиграться, но для меня это слишком мелкий был помол. И каппинг 5.5, ну это реально мелковато. Когда ко мне приезжали обжарщики, ладно, я сам, да, у меня несколько обжарщиков делали каппинг. И всегда использовали помол на команданта в районе 26. А это здесь где-то 10-10.5 примерно по значениям. Поэтому 5.5 как-то мелковато. Тем не менее, помол офигенный. Во-первых, я увидел очень маленькие разбросы на эспрессо кофе. Мы на эспрессо проводим первый срез, просто чтобы понять примерно, какая степень на что ориентирована. А потом мы уже проводим на фильтр кофе разных обжарщиков и разных обработок. Сравнение с командантом, с моим ориентиром, да, с которым я и сравниваю все остальные кофемолки, которые я хочу узнать, как они справляются с фильтром. Этот командант мы используем на всех срезах тестов кофе, когда хотим идеально что-то получить. Эту команданта мы использовали на капинге, и не только мы. Ну, это, блин, командант МК-3. Реально легендарная кофемолка в хорошем состоянии, проверенная. И вот при сравнении с ней, на немалых значениях, Таймор Скульптор показывает еще более чистый помол. Это на разных обработках, у разных обжарщиков. И он это умудряется делать. Это же офигенно! У нас до этого таких результатов не было. У нас были результаты приближенные. То есть, Эурека и Миньон Хрона, Фильтро, они давали помол не хуже, чем команданты. Или чуть-чуть хуже. Ну, то есть, погрешность, которую вы бы, наверное, не заметили. Но тут помол еще чище. При этом он не уходит в полное отсеивание мелких частиц, что сделало бы вкус, ну, таким, более плосковатым. Как это они добились? Ну, скорее всего, они добились это за счет жерновов. Если вы посмотрите, вы увидите, что жернова здесь нестандартные. В свое время был разгон, что на Алиэкспрессе появились версии кофемолок, похожих на 500-600N, с зубчиками, да, там зубья акулы кто-то называл, где-то там призрачные назвали, даже я где-то увидел жернова. Ну, не знаю, как они там у себя называют. Но там были прям все зубчики, это были вот эти дробилки. То есть, зубцы без вообще засечек каких-то, привычных нашему глазу. И я прекрасно понимал, что хорошего помола из этого не получить, потому что они тупо дробят куски. Но плюс таких жерновов, что они не должны, по идее, производить много пыли. Ну, и получить что-то понятное из них невозможно. Здесь пошли в сочетание, где зерно вначале раздрабливается, раздрабливается, хорошо раздрабливается, без лишнего производства пыли. А потом доходит до идеального, практически идеального, да, помола. Раз мы и говорим о том, что командант в некоторых случаях даже хуже делает. Кайф. При этом с экономией времени и силы, если мы сравним с помолом на команданта. Но, в принципе, этого уже достаточно было бы, да, для того, чтобы сказать, что кофемолка офигенна там для узкоспециализированных целей. Но, помимо супер кайфного крупного помола, который вы можете сделать и от воронки, вплоть до колдбрю, здесь еще идеальная чистота жерновов. Вертикальные жернова. Казалось бы, отсутствие классического блуапа, этого вантуса сверху, который часто еще уродливо выглядит. Здесь ничего не надо трясти, пытаться выдуть. Внизу есть маленькая такая крутилка. Она немножечко поднимает, опускает шток, по которому падает кофе. То есть, у нас тут практически нет никакого хода от жерновов куда-то в сторону. Например, как у Рэки есть небольшой такой маленький, ну, не бункерок, а путь, да, кофевод. Здесь его практически нет, то есть, зерно проходит вертикально вниз. Сделали идеальное, к сожалению, не у всех это получается, идеальное отверстие. То есть, у нас попадает прямо куда надо. И когда мы щелкаем это кольцо, этого движения достаточно, чтобы жернова оставались идеально чистыми. Разобрать жернова непросто, поэтому в первый раз, ну, Лилия не очень это понравилось делать. Она должна между, если это мелкий помол, то между каждой степенью. Если это крупный помол, то либо между каждой степенью, либо между каждыми двумя похожими степенями разбирать и чистить. Но тут оказалось, это не нужно. То есть, уже на второй-третий разбор было понятно, что это кольцо оставляет идеально чистыми жернова. То есть, реально, вот у нас видео, где вытаскивать жернова, Рашид показывает. Я говорю, это что, чистые жернова? Вы уже их почистили? Он говорит, да, а потом мы видим, что, ну, чуть-чуть видно, что уже, ну, все-таки там, ну, совсем где-то тут. Ну, вроде, вроде нет, а вроде да. Непонятно. То есть, вот такого вот ощущения, что ты открываешь, даже после использования, там, с blow-up, с сингл-дозников, что ты открываешь, и там вот непонятно, чистили это или нет, такого больше нигде не было. Это прямо вау! Еще здесь надо отметить, что есть также особенность регулятора оборотов кофемолки. У меня не было кофемолок с регуляторами оборотов. Все те, которые были у меня, в среднем были как раз-таки около полутора тысяч оборотов. И этого, в принципе, хватало для всех сортов кофе, которые у меня были. Поэтому я не могу представить себе момент, при котором, особенно с учетом того, что у нас здесь нету помола под эспрессо, мы не будем здесь на постоянной основе использовать очень темную итальянскую обжарку. И мне непонятно, для чего нужно будет снижать количество оборотов, потому что ничего мы там не пережжем. Если вы используете регулировку оборотов, если вы убираете обороты на таймбор скульпторе, если вы тот редкий человек, у которого он есть в пользовании, напишите, для чего вы это делаете. То есть, а делаете ли вы это осознанно, или вы просто так предположили, что так будет лучше для какого-то. Мне это интересно. Я лично, ну, особо бы этим не пользовался. Все наши разбросы, эти идеально чисто сделаны на максимальных оборотах. Стаканчик, с одной стороны, хорошо магнитится, но, с другой стороны, к нему также хорошо магнитится кофе. Если вы не используете, например, влажную ложку или иные способы, чтобы кофе не магнитился, так вот, кофе на жирновах не остается вообще. А вот к стаканчику любят иногда прилипать. Даже крупный помол там приходится много разбить. То есть, абсурдная ситуация. Кофевод чистый, жирновая чистые, а стаканчик там, ну, не знаю, грамм еще 5-6. Приходится там ложкой, щеткой чем-нибудь выгребать. Ну, вот так вот он магнитится. Еще бы один минус выделю, который мне бы помешал бы ее, безусловно, взять и купить домой. Безусловно, не имеется в виду, что я точно не куплю, а, безусловно, то есть, пойти сразу купить. Доставляю немножко подумать. Это то, что они сделали слишком узкоспециализированную кофемолку. Контейнер для зерна 60 грамм нормально не влазит. То есть, посмотрите, как мы делали 15 грамм, как мы делали 30 грамм, никаких замечаний. А вот 60 грамм, если я хочу приготовить себе литр кофе, фильтра, да, он спокойно выдерживает, ничего не перегревается, все прекрасно. Но, блин, я засыпаю, у меня огромная горка. Мне надо еще дождаться момента, когда он чуть уменьшится, чтобы я смог закрыть крышкой. Иначе у меня потом будет все вылетать, да, когда остается примерно 15 грамм, начинает уже молотый кофе из-под жерновов чуть-чуть наверх улетать. Попкорного эффекта он здесь все-таки есть. Хотя при этом, по-моему, он не влияет на качество. И чтобы у вас не было весь стол вокруг в осколках зерна и не было потеряно кофе, надо будет дождаться и закрыть его крышкой. Плюс стандартный стаканчик тоже 60 грамм не поместится. И нужно будет поставить что-то другое. Например, там чайную кружку. Или побольше стаканчик, который сюда влезет. Что-то, короче, нужно будет придумывать самому. При этом, я повторюсь, двигатель, кофемолки, жернова, все прекрасно справляется с 60 граммами. Поэтому, ну, блин, хотелось бы, чтобы было заводское решение, которое позволило нам бы так готовить. Тогда бы я вообще его без вопросов взял. Правда, опять же, если мы сейчас уберем лаборатории, все вот это все дело, а представим себе, что я беру домой, то лично мне, например, вот если так подумать, у меня дом Брюпро. Если сравнить с Ирок и Брюпро, то, наверное, я бы сейчас взял Таймур по причине того, что фильтры пью только я дома. А каждый раз, когда я себе выходные готовлю литр кофе, обычно пол-литра уходит на следующий день. Ну, не выпиваю я литр кофе в жару. В холод могу, да, зимой. Но я просто не так уж часто бываю дома целый день, чтобы выпить литр кофе на работе без проблем. А можно и больше. А вот дома, ну, такой себе. Поэтому, наверное, мне бы он подошел. Я всерьез уже думаю о том, чтобы потом как-то себе купить Таймольск скульптор. А на большинство людей, наверное, он не нужен. Да, он делает чище, чем делает Хрона. Но Хрона уже делать на уровне команданта это уже достаточно. Это прекрасный помол. Да, он чище, чем Хрона, но купите Блоуап, и в принципе тоже Хрона не будете каждый день чистить там жернова. Он более чистый внешне, но готовы ли вы за это столько переплачивать, вопрос. И Хрона вам может помимо большого объема кофе, там 60 грамм, а то и вообще 120. То есть реально взять Хрон, и можно заменить большую кофемолку для фильтра временно. Здесь такого не будет. Да, это все-таки реально сингл-дос кофемолка предназначена в первую очередь даже не для ворон, хотя и туда она шикарно подходит, а для кайпингов. Я прямо вот и представляю. И вот туда и берут. Взвесил это зерно, засыпал, получил все, сколько засыпал эту чашку, поставил на кайпинг. Все, там уже чисто жернова, не надо ничего менять. Снова засыпал, и вот так вот пошел. По отличию от какого-нибудь Малкёнинга, потери здесь будут гораздо меньше кофе. Даже Малкёнинги они есть. Малкёнинг обычно выглядит как свинья потом. Этот нет. И если вы просто проводите периодически кайпинги, этого вам уже достаточно. Серьезно. И тайморы молодцы. Просто они сделали кофемолку, которой я не уверен, что нужна массовая покупатель. А таймор все-таки до этого представляли массовые продукты. Да, они углубляются в кофейную тематику профессиональную, но все-таки, что их чайник, что их весы, что их подставки, что их воронки, несмотря на то, что там есть и недешевые продукты, они обычно стоят либо дешевле аналогов, либо выходят все-таки в массовую аудиторию. А скульпторы, вот это первая кофемолка, которая уже, ну, узко, прямо узко специализирована, профессиональная. И захотите ли вы ее сейчас домой, это вопрос. Я даже не про цену сейчас говорю, хотя цена очень большая для российского человека. Ну, а в целом даже про то, что нужна ли вам такая непрактичная кофемолка. Кому-то нужна. То пьет в основном воронки и ручные способы дома. Крупная-то тому нужна. Но таких меньшинство. На этом на сегодня все. Итог. А такой пять звезд скульптору однозначно и плевать на цену. Ибо качество и его специализация делает то, что его всегда будут покупать. Ну, просто в маленьких количествах. Это будут именно профессионалы своего тела в первую очередь. Всем приятного кофе. Всем пока.